Странили, потому что я создал свой отряд, не послушался офицеров, которые запретили нам защищать этот парламент, а сами создали. Младшие офицеры сказали, что мы скажем, где ты был и что ты делал, а вот те большие полковники, подполковники как раз крест поставили. Ну а потом Буткевич мне предложил работу в министерстве, но как я увидел, хорошо, что я туда не пошел. Потом были большие деньги, работа с оружием, покупкой и доставкой оружия. Ну а там милево нашли, и хорошо, что я туда не пошел. Ну вот и потом опять сошлись в одну организацию, начали работать. Вы в этом отношении уникальные люди оба, другие наоборот стремятся туда, где денег-то побольше, а вы наоборот себе во всем отказываете. Ну по поводу меня-то я как бы присягу давал, присягнул 17 лет, но по возрасту еще не мог, да. Но вот это для меня самое важное, и как бы я думаю так, и думаю, уверен, что человек, который присягнул, он не может свои присяги не сдерживать, потому что он уже не мой. Вот, и я буду держать вот эти прессии, я говорю, для самого конца, вот по карьере еще вот было предложение, хотел бы, ну, коммунировать, сделать 18 бедов, но не пропустили там, уверен, все начальники, потому что вам сказали, но в таком возрасте командовать ротой нельзя, ну, нельзя, как бы... То есть это формализм такой? Да, и потом еще вот, если по биографии, не, это, но по, 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 если военном называть, в полке предложили отделам по общественности, то капитанские должности тоже не упредили, потому что, ну, молотой погадал, вот. Ну, и хорошо то, что так сделали, потому что теперь я делаю то, что нужно, и что важнее карьеры, и важнее того, что защищать страну от внешнего друга, потому что теперь есть внутренний враг, который гораздо опаснее и хитрее внешнего врага. Внешнего врага мы вот с юницами, с другими патриотами видели своими глазами, видели не только мы, и все другие, потому что у врага есть униформа, да, отличительные знаки, и не совсем уже умному человеку можно знать, кто враг, а кто друг. А вот политически, да, внутреннего врага узнать не всем удается, и, ну, очень даже немногие понимают, что теперь Литвой правят настоящие враги Литвы, которые, ну, хотят только одного, как подороже продать интересы народа и выгоды, дух от этого получить самим материальным выгодом. Так вот, наша политическая сила будет прежде всего бороться с предателем, потому что и наши заповеди есть вот такая мысль, что предатель хуже врага. И если не было предателей ни в движениях, да, ни в государствах, то ни какой-то внешний враг ничего не смог бы сделать. И вот мы все должны во всех движениях, во всех государствах делать так, чтобы этих предателей было поменьше, и чтобы они не забрались в высокое положение и не определяли судьбу народов, потому что они своими грязными руками делают очень плохую работу. Мы, как бы, можно сказать, и санитари, очистители народа от всяких предателей по политическому деятельности, но я думаю, что на сегодняшний период это самая важная работа. Ну, вообще уничтожает нас внутри, правильно? Да, да. И главное, чтобы умные, совестливые и храбрые люди поняли, что вот сидеть там, ничего не делаем, да, это тоже вроде предательства. Поэтому вот мы говорим, что хороший человек – это не тот, кто делает, плохой человек – это не тот, кто делает плохое, да, но тот, который видит плохое, не борется с этими плохими явлениями. Хороший человек должен быть не смотрящий, как другие делают плохие дела, но мешать этому по-всякому и делать доброе дело. А доброе дело – это действие не только для себя, не для своей семьи, но для своего народа, для своего государства, для всей расы, которой ты себя причисляешь. И вот в этом и есть, что ты, ну, как бы создание своего Бога, да, и хочешь или не хочешь, должен выполнять эту обязанность. Потому не по твоей воле получилось, что ты родился вот этим, а не другим. И если уже получилось так, что родился ты тем, кем есть, да, то обязан выполнять свои обязанности хорошо. Иначе, как бы, ты вот предаешь и своих родителей, и прадедов, и своего Бога. Вот я хотел бы и пожелать, что все помнили и особенно спрашивали себя, вот кто я такой и какой смысл мне в жизни. Отвечая правильно на эти вопросы, люди не будут впадать в панике, не будут вешаться, не будут уезжать за границу, зная, кто они и какие у них обязанности, они будут выполнять и создавать сегодня, создавать новое счастливое будущее. Так вот, будьте уверены в своих силах, знайте, кем вы есть, и знайте, что каждый день вы должны быть лучше. Вот у меня есть смысл той вот идеологии и того государственного здравства, который я хочу создать, это идея Гербальдири. И я уверен, что когда она воплотится, то не только и Литовцы, но и все европейцы поднимутся выше, и они займут то положение по солнцем, которое им принадлежало и по праву.